ребята всем привет с вами александр журасик world the game я тут думал снимать про про гибрида мегалодона и архелона мег архелона мег архелона короче а тут у нас уже вот такая вот штукенция появилась это у нас мастодонт ребятки то есть такой себе мамонтик в че-то ушки у него короткие ну так давайте ка выйдем посмотрим вот сюда вот на тут уже вот так вот это все дело выглядит ну понятно понятно просто когда было был черный фон не казалось что у него ухом довольно большое но вроде как не оказалось совсем небольшое ну что тогда будем идти ими сражаться давайте сейчас мы тогда посмотрим что нам тут пишут так несмотря на родственные связи мастодонты и мамонты отличаются друг от друга последние обладают несколько большим размером но это про мамонты мамонты несколько большего размера до исторические времена мастодонты собирались большие сада и жили в лесной местности и мастодонты вымерли около десяти тысяч лет назад ученый полагает что вину этой стала чрезмерная охота людей но тут как посмотри так люди вообще всех съели так а 40 мы посмотрим потом так давайте тогда будем идти сражаться с родим сейчас а кстати у нас турнир вот только только идет это мы в не в гостевом аккаунте то есть мы его сможем получить через четыре дня так 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 давайте вот сюда идем все существа снега вот наши мастодонты давайте мастодонт возьмем динатери и еще один мастодонт будем их сравнивать со слониками потом там там и до мамонта даем чем по показателям двадцатый ого двадцатый десятый по силе как и динатери сороковый а ну динатери у нас просто легендарно это у нас эксклюзивчик пятьсот пятьсот ух ты ема что они какие-то жирные нам попались еще и вот этот против нас не очень из руки тут можем и пролететь но приходится брать одинаковые стихии чтобы слоников сравнивать они все по в одной стихии находятся в снегах так опять у нас какой то этот медлительный противник так ну нам тяжело будет то есть этого парнишку пробить будет тяжело он думал нас тут легко взять а ну давай теперь давай теперь на все четыре ну че слоник какой то маловатый да мегатери очень крупный кажется по сравнению со слоником поменьше но все таки прикольно то что у нас мастодонзавры это у нас амфибия а мастодонт это у нас мамонт такой вот плюшевый мамонт так ну блин это просто нонсенс вот прям вот так вот мне приходится делать он пять и я пять блин ну один отель вообще стрёмный крысеныш вообще как будто бы у нее шерсть облезла по моему тоже поменялся по рассказку я не замечал что он был такой пятнистый какой-то на все четыре атакует ну это нам мизерные шансы на победу дает но опять же слишком много жизни а ну тут мы за три удара справимся ха ха у нас есть шансы на победу раз два три раз два так неужто ли мы победим из такой жопы то выбраться это большого стоит кстати микрофон сейчас должен быть нормальным опять же то после обновления винды позбивались чуть настройки в драйверах инвидовских и переключился на второй микрофон не на тот микрофон короче на который надо сейчас мы все нормально с китайской петлички за один доллар звук должен быть как раньше вот мы короче победили ха 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 но он крохотный по сравнению с зухамимом он маленький хотя это неправда зухамим должен быть поменьше сколько это тонн весил подождите зухамим правда я не помню нет это если бы у нас был какой-то там марионикс он маленький зухамим фиг его знает сколько он там тонн мог весить так вот так вот ну затащили короче мы затащили так идем дальше сейчас возьмем еще раз 30 вам не не будем брать 30 да пойдем 40 вы согласны вы согласны нам но он вообще моща смотрите какой вот этот парень из два вот этих ну давайте помчимся сравним его с мамонтом ну тут короче крепкий ё-моё он самый сильный у нас получился ну у него два раза в жизни так полторы 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 блин по 4 косаря все опять они партийники реально мощнее попадаются хотя нет у нас тут жизни побольше ну слоник так топает прикольно если в наушниках слушать оно только басы такие губ 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 ну в общем то я думаю мы уже победили ну в общем то я думаю мы уже победили один два три я просто не посчитал сколько у него там было увы у него очень много осталось гаденыш зря зря проатаковал надо было в защиту поставить кстати у нас было по критически одинаковое количество жизни до моего удара так у него теперь шесть ну давай на все шесть как раз сто процентов должен атаковать на шесть молодец так а теперь встречами его величество динатерий мастодор в смысле вот такой вот себе полосатый зебристый мамонт ой ой зачем я атакую его на два даже не знаю я его за один удар бы пробил но главное отличие у него от мамонта да это такие остро торчащие вперед бивни а у нас тут на 30 на 40 уровне у него дорисовали две пары бивни так так раз два он покойник раз два три он покойник можно было три защиту поставить ну ладно вот так ну атака так же как у мамонта это конечно печально пожелобились ну что ли так тяжело новой анимации нарисовать блин а если знаете брать старую анимацию животного то как бы можно хоть каждый день новое животное добавлять непонятно чего так тормозит люди так ну а мы одержали очередную победу сейчас зайдем в вольер рассмотрим его со всех сторон ну мамонт выглядит круче динатери выглядит страшнее а это какая то чебурашка получился радужный слоник ужас не внушается стоп коллаборит был рядом так вот наш друг давайте читать первый мастодонт был обнаружен в нью-йорке в 1705 году ребятки так ну и по показателям пробежим тысяча на четыре то есть два раза больше жизни чем сила удара да 1900 на 800 короче 2900 на 1200 тут уже разрыв увеличился тут почти в три раза да 1690 на на вот так вот ну вот так вот да выглядит наш слоник так когда у него там пара бивни появилась ну да на сороковом уровне ну блин ну чем он отличается сороковый тридцатого ну а горб появился чуть выше но только горбы вторые вторые бивни ну блин ну могли бы что-то подрисовать ему как-то посерьезней такой вот у нас мамонт так их дразнить можно можно да а еще раз по пары че прямо на нас ну вот так вот короче тогда давайте погнали еще один поединок еще в один поединок так у нас какая там сила удара ну на этот раз можно взять и в перемешку с динозаврами какими то хотя на самом деле не прикольно все таки лучше кайнозоями пойти давайте кайнозои возьмем вот взять допустим вот взять допустим мамотерия мастодонта и индрикацера давайте вот так пойдем сравним этих гигантов между собой насколько мамотери меньше и насколько индрикацер больше так тысяча две две ну неплохо расклады ой насколько индоминус больше чем мама мастер мне вообще то выгодно я думаю конечно же поставил защиту на себе его пробить вообще мог но он слабенький то есть я смогу насобирать нормально баллов у меня уже тут полный лимит а он все боится 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 3 балла ну давай на 3 атакуй да и все и порешали иначе я сейчас тебя протачу на 4 ну думаю пробью да 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 ну вот так вот будем один на один играть да мастодонт при отродона этого пробьет 5 баллов 5 баллов 5 баллов атака ну на все 5 давай на все 5 да так давайте смотреть теперь как он против при отродона ну намного больше ну и индоминуса в общем то можем легко завалить ну да ну да конечно индоминуса он просто вообще на один укус там когтями можно его разрезать легко индоминус мощный на 2 пробил таки пробил ну ладно затопчем тебя ну вот индрикацер он по массе побольше будет чем индоминус и может неплохо позащищаться рогами конечно вряд ли выиграет но попадаться может индоминус у нас тварь умная плюс руки хорошо работают не только голова победил бы конечно индоминус но подтолкать можно ну или вдруг если индоминус нам сильно споткнется и что-то себе сломает небольшой шанс на победу был у индрикацера и снова у нас была птичка не дотянули так ну что давайте сейчас тогда мы зайдем посмотрим на всех наших слоников вот смотрите динатерий вот такой вот лысый динатерий такой вот пятнистый динатерий вот такой вот чем он отличается да ничем не отличается только немножко потемнел и вот такой вот худой он ребра торчат худой с толстым толстым но коротким хоботом так где наш мамонт а мамонт у нас пока что один давайте добавим сюда какого-то простецкого мамонта для сравнения вот так вот выглядит обычный мамонт ну собственно говоря он не сильно меняется только больше шерсти добавляется и появляется такие вот бивни ну мамонт изменяется в принципе прикольно мне нравится как такой мамонт призрак у нас в итоге получается а вот вот с этим парнем ну мне не нравится его трансформация вот как говорится что в начале что в конце разница небольшая и что-то раскраска такая ржа мне не подходит на этом ребятки все всем спасибо за просмотр и давайте кстати посмотрим сколько сколько он стоит сорок тысяч ой не то они сейчас доступны да мастодонт получается десять тысяч стоит так же как и мамонт ну на этом все всем пока пока пока